Здравствуйте! Меня зовут Ольга Кубырева. Я директор музея-выставочного центра Кировского филиала «Ау-Апатит». Как и все, я сейчас нахожусь дома на самоизоляции, но работая с фондами, я нашла массу интересующих материалов по истории города. Приглашаю всех на виртуальную экскурсию по центральной площади. Мы будем гулять с помощью Google Maps, не выходя из собственного дома. А я буду показывать и рассказывать, как менялся исторический облик площади, какие могли бы быть построены здания и как выглядели существующие постройки 60-70-80 лет назад. Начнем? Экскурсию начнем от здания музейно-выставочного центра, как от первого каменного здания города. Когда-то здесь находился пожарный депо и выглядело совсем иначе. Здание построили в 1932 году в новом авангардном стиле конструктивизма. Его отличали незамысловатые, схематичные и непропорциональные формы. Строила депо бригада плотников во главе с Александром Дмитриевичем Пестеровым. Получилось двухэтажное здание с гаражом для автомашин, конюшнями, кинозалом, залом для дежурных и несколькими квартирами для командного состава. В одной из них жил первый начальник пожарной части Хибиногорска, ленинградец Николай Николаевич Юшков. Фундамент и стены здания сделаны из бутобетона. Толщина стен 70 сантиметров. В начале 30-х башня служила пожарной каланчой, с которой город было видно, как на ладони. Но когда стали застраивать Кировск пятиэтажными домами, башня потеряла первоначальное значение. В каланче развешивали для просушки пожарные рукава. В 1934 году депо посещал сам Сергей Миронович Киров. Пожарная часть покинула здание в 80-х. Часовой башней пожарной каланча стало в 2006 году, когда руководство АО «Апатит» решило облагородить здание. Имя Биг Бен быстро укрепилось за новой достопримечательностью. В 2009 году начались работы по реконструкции основного здания. Появился третий этаж. Здание было облицовано, отремонтировано помещение. Горно-геологический музей переехал в новое здание и открылся 20 марта 2013 года. Позже его переименовали в музейно-выставочный центр, а бывшая каланча с 2016 года показывает посетителям строение нашей планеты. Сейчас мы перейдем к скульптуре «Лукавый горнячок», которая расположена слева от входа в здание. Скульптура «Лукавого горнячка» стала подарком кировчанам от компании «Апатит» на 75-летие города. Фигура горнячка размером около 1 метра сделана из бронзы. В творческом мастерской «Первая четверть» петербургскими скульпторами Ольгой Сагаконь и Дмитрием Чеботаревым. В скульптуре изображен собирательный образ горняка, вдумчивого и в то же время веселого человека. Изначально «Лукавый горнячок» был установлен у входа на стадион «Горняк» в 2007 году. Торжественное открытие состоялось в день 78-й годовщины старейшего в хибинах кировского рудника. Через 4 года скульптура переехала к зданию строящегося горно-геологического музея «Ауапатит» нынешнего музейно-выставочного центра. Ведь в центре города горнячок всегда на виду. Изменилось не только место, но и основание, на котором стоял горнячок. Раньше это был «Апатит», сейчас глыба Эвдиолита. Горнячок – любимый городской объект для фотографий среди местных жителей и гостей Кировска. Сейчас мы пройдем чуть дальше по улице и остановимся у здания универмага, так, чтобы было лучше видно центральную площадь. В первом генеральном плане Хибиногорска Оскар Мунц не запланировал центральной какой-либо ярко выраженной площади. Оскару Мунцу, первому архитектору, надо сказать, удавалось строить отдельные удачные здания, но сделать в одиночку генплан города в условиях непростого рельефа и климата оказался для него слишком сложной задачей. Поэтому новый генплан поручили уже целой проектной организации из Ленинграда, которая привлекла Институт Гипрогор в 1937 году. Возглавил тогда работы архитектор Соколов, который, кстати, был соавтором генплана Мурманска. В его проекте впервые появилась наша площадь. Правда, этому генплану была присуща некая гигантомания. Площадь предполагалось сделать овальной. От овала должны были расходиться в разные стороны улицы лучи. Центральный луч ввел бы к завершению всей композиции к архитектурной доминанте, к Дворцу культуры. С севера, на месте универмага, площадь должна была замыкаться огромным домом-советом, похожим на Казанский собор. Но в таких масштабах проект, конечно, не мог быть осуществлен в таком маленьком городе. К тому же запроектированная улица к Дворцу культуры была бы слишком крутой для проезда транспорта. Но этот проект заложил основу площади. К 1938 году проект начал воплощаться под руководством архитектора Медведева. Была построена гостиница Северная, к которой мы вернемся чуть позже. Запомните и фамилию Медведев. Мы не раз будем говорить о зданиях, спроектированных этим замечательным архитектором. Застройку центральной площади надолго прервала война. В конце 1950-х по проектному заданию на благоустройство города центр площади украсили двумя фонтанами, аналогичными фонтану во дворе Министерства обороны СССР архитектора Ашота Мандоянца. Основой композиции площади планировали сделать памятник к Сергею Мироновичу Кирову в цветочной клумбе между двух домов Ленина 9 и Ленина 7. Но идея не прижилась. На этом месте установили трибуну. Центральную пешеходную аллею, ведущую к Дворцу культуры, бульвар Кирова, украсили лестницей с тремя террасами. Сейчас эта аллея носит название курортный бульвар. Дом советов на насыпной террасе так и не построили, но завершать композицию площади чем-то все же надо было. В 1930-х годах на этом месте, где сейчас стоит универмаг, была столовая и магазин, маленькие деревянные здания. Позже, в 60-х, там было небольшое кафе. Фотографию прислал Игорь Кардиака. Чтобы не перекрывать совсем уж вид на горы и озеро Большой Вудьявор, построили нынешнее невысокое здание универмага с рестораном Большой Вудьявор на втором этаже. Стройка велась в начале 70-х. Кстати, универмаг мог выглядеть совсем иначе. Вот фотография нескольких вариантов оформления. Но и разместить его тогда хотели в другом месте, немного дальше первой школы, через дорогу от здания администрации города. На этом эскизе видно, как угловое здание уходит в сторону Хибиногорской, а дальше расположена первая школа. Сейчас мы будем пересекать перекресток и остановимся у следующего нашего объекта, темно-красного здания, кинотеатра Большевик. Приземистое здание кинотеатра Большевик тоже одно из первых каменных зданий в городе. Второе, после пожарного депо Скаланчию. Тоже выполнено в стиле конструктивизма. Это был первый звуковой кинотеатр в Мурманской области. Сейчас он причислен к объектам культурного наследия. Построен был в 1932 году по типовому проекту ленинградских архитекторов. Такие же здания есть в Ярославле и Рыбинске. Строительство велось на средства Треста Апатит и Союз Кино. Перед сдачей в эксплуатацию стройка была законсервирована из-за прекращения финансирования кинофабрикой. Спасти ситуацию смог Сергей Миронович Киров. Будучи разочарованным темпами строительства, распорядился он достроить кинотеатр во что бы то ни стало к октябрьским торжествам. Сказал при этом. Открытие первого звукового кинотеатра состоялось 7 ноября 1932 года. В кинотеатре был большой кинозал на 1200 мест, два обширных фойе, просторный читальный зал, шахматно-шашечная комната и тир для стрельбы. Долгое время большевик был одним из главных центров культурной жизни города. Неоднократно он подвергался перестройке, менял свой облик. Архитектор Медведев предлагал в 1936 году несколько вариантов переоформления фасада. Двускатная крыша с цифрами 1932 была впоследствии скрыта чердаком. Менялась планировка, зашивались окна. Мне как-то довелось попасть на чердак через лестницу в башенке и сфотографировать эту надпись. Закрыт кинотеатр был в 1995 году из-за низкой посещаемости. До 2019 года здесь размещались торговые точки. Надеемся, что в будущем кинотеатр большевик получит новую роль, новое предназначение и новое оформление. Теперь перейдем дорогу и подойдем к гостинице «Северная». В связи с постоянным притоком специалистов «Молодой город» в 1935 году на центральной площади напротив кинотеатра начали строить полуовальную гостиницу на 116 комнат. Здание строили из бутобетона. Серое, изогнутое оно строилось по принципу передвижной опалубки. Стены получились очень толстые. Недостроенное здание выглядело очень странно. Здание лишили колонн, скульптур и прочих малых архитектурных форм, которые были запланированы в проекте. На первом этаже гостиницы расположили изолированный от жилой части здания ресторан с числом столиков на 80-100 человек. В 1938 году на площади уже возвышалось полукруглое здание гостиницы. Интерьеры отделывались по эскизам Николая Алексеевича Медведева. Илья Ром, один из архитекторов, писал «Когда я впервые попал в Кировск, это криволинейное сооружение из серого еще не отштукатуренного бетона, одиноко маячившее на огромном пустыре, выглядело нелепо, а его странная форма была непонятно непосвященным жителям. Вдали на Косогоре виднелись три таких же серых бетонных дома. Наследие первого генерального плана Монца. А по дальним концам пустыря виднелись приземистое здание кинотеатра, трансформаторная будка и пожарное депо с каланчой. Кировчане, проходя мимо, недоумевали, что за чудище, почему такое кривое». Название «Кривая столовая» надолго приклеилось к гостинице. Столовую называли «Кривая», не вкладывая особого негативного смысла. Позже здесь был построен симметричный гостиниц и дом, архитектурный ансамбль был закончен и площадь приобрела уже более эстетический вид. Кстати, небольшое отступление про бутобетон. Идея строить каменно-бетонное здание пришла первым строителям не от хорошей жизни, а от отсутствия нормальных строительных материалов. Временные жилища строили из дерева, хотя бы из привозного. Опилками утепляли стены перекрытия. Был толь, просмоленный картон, были гвозди. Но капитальное здание строить не из чего было. Кирпичных глин и известий на Кольском полуострове практически нет. Зато здесь был местный песок, цемент, камень-хебенит и рабочие руки. Пытались даже научно доказать блестящие теплоизоляционные свойства хебенита. Но первая же зима показала, что метровые стены полностью промерзают, а углы оцелевают. Для утепления в бетон стали закладывать доски, а к концу 30-х наладили поставку красного кирпича. Сейчас перейдем к домам по адресу Ленина 9 и Ленина 7. По идее, фасады этих двух домов на центральной оси площади тоже должен был разрабатывать Николай Медведев. Но к тому времени он уже три года безвыездно трудился в Кировске и у него наступил небольшой творческий кризис. Фасады получались невыразительными и мурманская экспертиза их забраковала. Примерно в то же время в его проектное бюро попал молодой архитектор Илья Рон и Николай Алексеевич дал ему попробовать свои силы. По словам Ильи, Медведев был абсолютно искренне рад, что молодому специалисту удалось найти более удачное решение оформления фасадов. С верхних этажей зданий открывается прекрасный вид на город, на озеро. Но есть нюанс. Верхний этаж обнимает эдакий опоясывающий козырек, на котором регулярно купится снег и перекрывает этот вид жителям верхних этажей. Сейчас подойдем к следующему зданию по адресу Ленина 5. Сейчас там кроме жилых зданий расположен центр детского творчества. Строительство этого второго полуовального здания на площади заканчивали уже в 50-х. Интересно, что изначально на месте этого дома планировалось разместить здание управления Треста Апатит, проект которого разработал все тот же Оскар Мунс. И вот как это могло выглядеть. Но вернемся к зданию МВЦ и подойдем к глыбе Апатита, заканчивая нашу экскурсию по центральной площади. И вот мы снова попали в прошлое. Один из самых крупных экспонатов МВЦ находится под открытым небом. Это образец руды весом несколько тонн, который стоит сейчас справа от входа в музейно-выставочный центр. На нем и сейчас есть надпись. «Сей камень, что зовется Апатит, судьбу десяткам тысяч начертал. И став началом всех начал, он Апатит и Кировск основал». Глыбе руды пришлось попутешествовать, пока она не обрела свое постоянное место жительства. В 70-х похожий образец располагался на въезде в город, напротив знака Кировск. 13 ноября 1999 года в рамках празднования 70-летия у Апатит произошло торжественное открытие памятного знака в виде той самой глыбы Апатита нефериного руды в сквере у здания управления. В 2013 году камень с памятными строками поместили у будущего музейно-выставочного центра. На этом заканчивается наша первая виртуальная прогулка по городу. В следующий раз мы отправимся на прогулку по улице Ленина.